всем привет с вами блок авто mps и у меня как видите обновленный ford explorer новая радиаторная решетка новые фары новая электроника и сейчас мы все это протестируем не только на дорогах но и на бездорожье как и снаружи explorer удивляет своими большими размерами то есть положить руку на подлокон но это это потянулся к окну дотянуться до пассажирской двери ну просто невозможно то есть сидишь почти посередине автомобиля то есть место слева на его очень много и сама центральная стойка оказывается немного смещена назад относительно водителя кроме традиционных регулировок руля и сидений здесь еще и регулируются педали их можно двигать вперед и назад но это не рекомендуется разумеется делать на ходу но если вот все это сжать максимально плотно то тут сможет сидеть ребенок на спринт спору очень богатой комплектации и тут есть практически все есть адаптивный круиз контроль который кстати работает очень адекватно и даже на у лучших из немцев круиз работает более дергана есть не только подогрев но и вентиляции кресел есть подогрев руля с большим количеством кнопочек что мне не нравится так это панель приборов форус еще в момент дружбы с вольво решили построить приборы с одним кругляшом по центру но если у вольво можно переключать между спидометром и тахометром здесь по центру только спидометр тахометр должен быть и он есть такой маленький нарисованный слева это он есть каких-то режимах минимум есть каких-то режимах его просто нет ну как-то не по-человечески тахометр должен быть в автомобиле если не согласны пишите комментарии мы их передадим ford а вот на дороге explorer воспринимается вполне себе легковым автомобилем то есть вот как тут начинаешь движение и вот это ощущение монструозности которые есть в салоне она отходит то есть и ездить легко приятно как-то хорошо чувствуется габариты легко разгоняется легко тормозит ford очень хвастает своей системы sync она может почти все к ней можно получить мобильный телефон она может сама читать вам смс и есть мультимедиа есть навигация климат-контроль тоже управляется значительной степени с дисплеем но нет никакой шайбы тыкать в экран и местами мелковат шрифт местами как-то просто не очень удобно это функциональные клавиши есть но они тоже как-то так разброшенной и смешаны между собой в блендере вот этот вертикальный столбец кнопок это климат лежа климат еще один столбец климат а в середине блок климат-контроля здесь же настройки звука здесь же аудиосистема все как-то намешано то же самое с бортовым компьютером и с клавишами на руле меня удивляет отделка интерьера у ford всегда сильно отличались машины построены для американцев и машина для европейского рынка садишься в пиеста садишься в focus компактный автомобиль даже меньше чем большинство одноклассников с интересным интерьером по возможности с качественным салоном explorer американец сравнительно дорогой американец но это все-таки ford поэтому пластик он как бы мягкий но выглядит выглядит дешевым его будет удобно убирать на нем не ложится пыль весь но выглядит он как кирзовый сапог то есть все такое большое массивное американское и при этом сравнительно недорогое благодаря камерам спереди и сзади парктроникам автопарковщику просто хорошей обзорности ездить на explorer по городу удобно комфортно он тихий достаточно мощный даже несмотря на шипы в салоне их не слышно я даже не знаю не очень хочется съезжать с асфальта на бездорожье но мне кажется придется ну назвался кроссовером полезай на бездорожье считать ford explorer внедорожником или нет вопрос скорее философский с настоящими полноприводниками его роднит пожалуй только тот факт что шайба в салоне похоже на ту шайбу который использует ландровер даже графика точно такая же в остальном это разумеется автор с акцентом на переднюю ось задние подключается с помощью электроники не понижает не пневмоподвески у него разумеется нет но можете даже хорошо с точки зрения надежности и долгосрочности эксплуатации но вот эту горку я надеюсь что он взять сможет ну и для того чтобы проиллюстрировать работу система полного привода я специально поставил его перед бордюром невысокий 10-12 и внимательно смотрите на переднее колесо провернется она прежде чем задние заедет на бордюр или нет опять скрипит потертое седло нашу автомобили пробег 20 с небольшим тысяч а дверь уже я пока оставлю explorer стандартном дорожном режиме не спорту ничего просто как лангинка чем я запищал парктроники ему кажется что сюда ехать не надо но между тем между тем он просто едет не укатимся обратно в москва реку диагонал очка диагонал очка качаемся даже даже из диагонал очки можно попробовать заехать назад молодец ford для легкого кроссовера легкого смысле легкой проходимости он очень хорош поехали дальше немного изменившись в деталях explorer сохранил самое главное это свой красивый очень естественный элегантный силуэт издалека он выглядит совершенно небольшим не знаю размером с хендекрета только более чистыми линиями более завершенными но подойдя к этому особенно близко понимаешь его истинное говорит длина почти пять метров большущая высота и поэтому открывая дверь сначала немного удивляешься здесь где должно быть кресло на самом деле находится спинка то есть перенесение она немного смещено вперед для того чтобы снаружи иметь нормальное силу а внутри иметь человеческую эргономику а не посадку снежного человека сзади это еще более заметно то есть открываешь дверь а тут снова спинка не задний диван а спинка это при том что сиденье смещено до упора назад и сидеть сзади очень удобно ну и конечно багажник он разумеется тоже огромен как и полагается настоящему американскому автомобилю багажник сформирован весьма необычно в первую очередь у него нет традиционной шторки то есть ее в принципе нет сюда можно натягивать сетки достаточно много крючков но традиционной шторки нет ну наверное не нужна потому что есть пара сидений третьего ряда и разумеется как положено дорогому американскому автомобилю они снабжены электроприводом их можно разложить в горизонтальной поверхности тогда в паре с сиденьями второго ряда в сложенном виде они образуют единую площадку достаточно вместительное достаточно просторное спальное место кроме того сиденье можно привести в нормальное положение и вот тогда у вас получится нормальный багажник которые наверное идеально подходит для ежедневной эксплуатации то есть вот здесь остается на литров 300 в фольксвагене гольф спор один из немногих автомобилей у кого в семиместном варианте есть запасное колесо да это узенькая докатка но она здесь имеется у нас не принято использовать такие большие автомобили в качестве семи местных хотя это вполне себе возможно при росте метр восемьдесят у меня колени не упираются в спинку впереди стоящего кресла над головой есть пара тройку сантиметров ну скажем здесь сзади комфортнее чем например в hyundai solaris к сожалению нет 12 вольтовой розетки который наверно могла бы пригодиться в дальней дороге зато есть подстаканник большой отсек даже более-менее удобный подлокотник тут даже взрослым будет вполне себе неплохо второй ряд сидений обещает быть еще более удобным место достаточно не сказать что его прям как-то сверх много например toyota highlander на втором ряду сидений попросорнее будет но сидеть удобно посадка высокая есть место над головой есть воздуховоды причем они подводят воздух не только ко второму но и к третьему ряду сидений здесь не прикуриватель это уже вчерашний день здесь пара разъемов и есть розетка на 220 вольт что удобно разумеется пара подстаканников здесь подстаканники в дверях подлокотника нет не предусмотрен все-таки ford осталь более-менее бюджетный даже в дорогих комплектациях он пора удивляет в остальном просторный светлый автомобиль а если бы у нас был еще и без стеклянной крыши то над головой было бы еще больше места мне кажется ford explorer как-то решил слишком легко отделаться от бездорожья и от нас поэтому да он хорошо справился с геометрией да у него хорошо настроена электроника но сейчас мы выйдем на настоящее реальное бездорожье чуть-чуть подмерзла и выясним каков он там вот но как будто бы вы поехали не знаю на рыбалку куда-нибудь не совсем понятно какой из режимов трансмиссии выбрать я выберу какой-нибудь средний кнопки отключения если я не нашел и боюсь мне это может немножко мешать грязь раскисшей колесам разумеется нужно буксовать для того чтобы автомобиль ехать моя надежда исключительно на зимние колеса они широкие зубастые и намного лучше чем любая летняя резина разумеется подвеска жестковата и я чувствую как электроника отдергивает она держит и ограничивает мощность но в остальном вроде бы и скоро более-менее виден колея но я надеюсь что едет пожалуй не хуже чем например вольсваген тигуан или любой другой большой кроссовер потому что разумеется будь у меня pajero спортного я бы тут летал бы без оглядки у этого автомобиля более низкий обвес все-таки подвеска на это явно не рассчитано чтобы ездить так долго но если надо будет где-то проскочить наверное в рамках здравого смысла то я думаю что скоро с этим справиться зато на камерах спереди и сзади есть отдельный омыватель и вот сейчас как раз после хороших лужи мы можем проверить как они работают а камера более-менее чистая но если попробовать ее на заднее стекло вода льется а вот и на камеру полилась на камеру камера помылась и действительно стало хорошо видно массы вот за что им большое человеческое спасибо это за а вот здесь на геометрическом бездорожье хорошо работает шестиступенчатый автомат может плавно-плавно трогаться вот тут ни дсг ни любая другая трансмиссия не смогла бы предложить ничего здесь я могу плавно-плавно нежно дозировать тягу потому что даже на механике здесь было бы проехать чуть-чуть тяжелее автомат пожалуй идеальный вариант коробки передач как минимум на бездорожник не то чтобы это было сильно удивительно но с легким весенним бездорожьем и спора разумеется справился ведь ну все-таки достаточно крупный серьезный автомобиль тем кому нужен полноценный внедорожник я бы посоветовал chevrolet taho еще более американский с настоящим v8 который стоит не поперек а вдоль автомобиля explorer в первую очередь автомобиль американский с очень серьезными габаритами с просторным салоном с хорошим звуком мотора с неплохой проходимостью и да и цена я бы сказал вполне разумно 3 миллиона рублей за машину в максимально возможной комплектации тем кто хочет попроще базовая цена explorer с этим же мотором v6 2 миллиона 300 тысяч и мне кажется что это очень неплохое предложение по нынешним ценам с вами был блог авто мпс подписывайтесь на наш канал